Путин напал на украинцев, потому что украинцы сделали выбор в пользу свободы. Я политик, я не командир повстанческого батальона, я не Эрнеста Чагивара, я не боевик. Я не беру в руки оружие. Мой месседж был очень простой. Если вы хотите помочь российской оппозиции, спасите Украину. Российский оппозиционный политик, бывший политзаключенный Илья Яшин на связи с нашей вашингтонской студией из Германии. Илья, приветствую тебя, рад видеть на свободе. Ну и в первую очередь, конечно, не могу не спросить, каким ты видишь свое политическое будущее на данный момент, на данном этапе? Привет, Рафаэль, я скажу тебе откровенно, я сам пока до конца не понимаю, каким будет мое будущее, но я уверен, что оно будет насыщенным и интересным. Я был уже российским оппозиционным политиком в России, был оппозиционным политиком в тюрьме, а теперь я в новом качестве, теперь я оппозиционный политик за границей. Такого опыта у меня никогда не было, но я вижу, что мне есть чем заняться, потому что уже в Берлине на встречу со сторонниками пришло больше двух тысяч человек. Я вижу, какой интерес со стороны средств массовой информации, российских и зарубежных, и я понимаю, что на самом деле достаточно большая ответственность сложится сейчас на мои флечи. И мне надо быть эффективным и полезным, поэтому предстоит много работы. Я сейчас, конечно, отдохну немножко, мне нужно пару недель немножко восстановиться, все-таки мне два года сидел в тюрьме, восстановиться физически, восстановиться психологически. Но потом будет очень много интересной работы, и я надеюсь, что моя работа принесет пользу, поможет прекратить кровопролитие в Украине и поможет приблизить перемены в России. Ну вот ты говорил ранее, что будешь осваиваться именно с точки зрения оппозиционной деятельности из-за рубежа. Я знаю, что априори ты всегда выступал за то, чтобы политик находился внутри страны, внутри России. Но как сейчас ты представляешь себе свою деятельность? То есть вот в целом, вот именно даже вот с точки зрения остановки кровопролития в Украине, как именно ты можешь помочь сейчас? В любом случае я буду, конечно, обращаться к российскому народу, к людям, которые живут в России. Я постараюсь найти такой канал коммуникации, чтобы люди меня слышали. Я постараюсь подбирать такие слова, чтобы быть услышанным. И я никогда не буду забывать о том, что я все-таки в первую очередь российский политик, и мой народ живет в России. Да, действительно, многие уехали, и я вижу, что в разных городах сформировались достаточно крупные мигрантские группы. Но мне очень нравится то, что большинство этих людей все-таки мыслят себя именно как российские граждане, хоть и за границей. И мы никогда не будем забывать о том, что наша родина – это Россия. И наша цель – это свободная, мирная, счастливая Россия. Илья, собственно, уголовное дело на тебя завели за твой рассказ в эфире о военных преступлениях в Буче. Ты назвал на днях Украину главной жертвой... Уголовное дело, я думал, новое какое-то завели. Нет, то самое, да, еще за которое, соответственно, был срок. Ты назвал на днях Украину главной жертвой противостояния тирании и свободы. Но при этом не считаешь эту войну именно этническим конфликтом между русскими и украинцами. Почему, на твой взгляд, почему ты так считаешь? Ведь ненависть, она уже ощущается сейчас и, может быть, может затянуться на десятилетие. Не бывает такой войны, в которой не ощущалась бы ненависть. Но Путин напал на украинцев не потому, что ему не нравятся украинцы с этнической точки зрения. Путин напал на украинцев, потому что украинцы сделали выбор в пользу свободы. Потому что украинцы осознали себя как часть Европы. Потому что Украина решила выйти из-под контроля Кремля. И не хочет себя ощущать как часть империи. Это причина, почему Путин напал на Украину. И этот конфликт, мне кажется, в первую очередь ценностный. Конфликт, кстати, проходит через практически всю Восточную Европу. И в России этот конфликт ощущается. Потому что люди, которых подавляют в нашей стране, отправляют в тюрьмы, с ними тоже ведут войну. И некоторых из них тоже убивают. В этой войне тоже есть жертвы. Борис Немцов, которого выстрелили в 2015 году. Алексей Навальный. И, например, Павел Кушнир, который был задержан за антивоенные стихи и умер в Сизобиробиджане. Это все жертвы этой войны. Эта война проходит, линия фронта этой войны проходит и через Беларусь, где Лукашенко тоже втаптывает в асфальт и сажает, избивает людей, которые хотят демократического, свободного выбора для Беларуси. И мне кажется, очевидно, что это не конфликт русских украинцев. Это конфликт между тиранией и свободой. Это конфликт между прогрессом и регрессом, и мракобесием. Это конфликт между смертью и жизнью. Между эстетикой смерти и ценностью человеческой жизни. И Владимир Путин в этом смысле является таким всадником апокалипсиса, который несется на Украину во главе тьмы, для того, чтобы не было света. Илья, ну война тем временем все активнее и регулярнее и чаще переходит на территорию России, перекидывается. Ты написал в четверг в Фейсбуке, что происходящее в Курской области, где уже несколько дней продолжаются бои, ужасно. И что с первого дня войны ты говорил, что Путин обязательно притянет смерть и разрушение на территорию России. И что если бы 24 февраля 2022 года Путин не приказал атаковать Украину, все погибшие были бы живы. Не могу не спросить, что ты думаешь о военных силовых методах освобождения России от Путина, в том числе с участием российских добровольческих батальонов, которые сейчас воюют в Украине, на стороне Украины. Я политик, и я использую в своей работе, в своей деятельности политические методы. Я не полевой командир, я не генерал, я никогда не брал в руки оружие и не собираюсь этого делать. Я обращаюсь к гражданам своей страны и веду борьбу за их умы, за их сердца, за их души. Поэтому я понимаю, что есть разные люди, есть разные мнения. Кто-то использует другие методы, кто-то пытается действовать силовыми способами. Пусть каждый действует так, как считает нужным. Но силовой путь это не мой путь, мой путь другой. Но вот то, что сейчас люди, в принципе, даже на протесты мирные в России не могут выйти, как еще тогда они могут остановить Путина, если вот, соответственно, не Украина и не ВСЛ? Да, действительно, сегодня люди не могут выходить на протестные акции. Людей сажают, людей бьют. Но это не значит, что так будет всегда. Понятно, что сейчас Россия находится на пике подавления гражданской активности. Но так бывало и в других странах. Вот сегодня люди не могут выходить, а потом плотину прорывает, и улицы заполняются людьми, и власть меняется. Давайте наберемся терпения, давайте, что называется, сохранять спокойствие и последовательно добиваться своих целей. Я уверен, что перемен не загорабель. Ну и еще один вопрос, вызвавший немало критики и споров, в том числе со стороны украинцев и россиян, среди диаспор на Западе, помощь ВСУ. Ты, как и Андрей Пивоваров, считаешь поддержку вооруженных сил Украины недопустимой для себя? И рассматриваешь ли ты какие-то другие варианты сотрудничества или поддержки украинских общественных организаций? Во-первых, это был Андрей Андреевич, слушай, ну, Рафаэль, ну, так нельзя. Ты цитируешь Андрея Пивоварова и приписываешь мне его цитаты. Нет, вопрос даже не задумал. Это был вопрос, так же, как и Андрей, считаешь, что недопустимо для себя, как для российского политика или нет? Или какое-то сотрудничество допустимо все-таки для тех? Еще раз я повторю, я действую политическими методами, я политик, я не командир повстанческого батальона, я не Эрнесто Че Гевара, я не боевик, я не беру в руки оружие, я работаю с общественным мнением. Мне кажется, что для того, чтобы изменить ситуацию, нужно добиться того, чтобы общественное мнение в России изменилось. И поэтому моя задача ключевая, рассказывать людям правду. Я людям правду рассказывал с первой к ней войны. Меня за это посадили в тюрьму, за то, что я говорил о военных преступлениях в Булче. Я рассказывал правду о войне, находясь за решеткой. Я говорил в своем последнем слове о необходимости выводить российские войска с территории Украины. Я продолжаю это делать после освобождения. У меня уже прошел стрим, на котором я говорил правду об этой войне. Повторюсь, есть разные люди, они действуют разными методами. В силу своего темперамента, в силу разницы, понимания ситуации. Мое понимание ситуации такое. Я действую политически и методом. Илья, как ты относишься к помощи Запада Украине, в том числе оружием? То есть ты поддерживаешь оказание помощи, как минимум, со стороны стран Запада и военной помощи, в том числе, и финансовой, и военной? Ты знаешь, я когда летел в самолете из Анкары в Германию, разговаривал с представителями Невского правительства. И мы обсуждали, в том числе, ситуацию на фронте. Я задавал вопрос, просил как-то поделиться оценками. Это был частный разговор, поэтому я не буду акцитировать. Но мне задали вопрос, чем, собственно, западные правительства, западные государства могут помочь российская оппозиция. И мой месседж был очень простой. Если вы хотите помочь российской оппозиции, спасите Украину. Если вы позволите Путину Украину уничтожить, как независимое государство, если вы позволите сожрать Украину, это будет не только огромный удар по системе европейской безопасности, это будет огромный удар и по свободной России. Потому что это мотивирует Путина действовать гораздо жестче и в своей захватнической внешней политике. Это мотивирует его и дальше еще более жестко подавлять гражданские свободы в России и укреплять свою тиранину. Илья, а почему ты считаешь, что Украине стоит или следует садиться за стол переговоров с путинскими представителями? Разве это может к чему-то привести? Я считаю, что Украине надо садиться за стол переговоров, когда Украина сама посчитает, что ей надо садиться за стол переговоров. Я никаких советов Украине не даю и не считаю это корректным, не считаю это уместным. Понятно, что рано или поздно любые войны заканчиваются переговорами. Но когда случатся эти переговоры, в каком формате эти переговоры случатся, на базе какой формулы начнутся эти переговоры, может решать только Украина как жертва агрессии в этом противостоянии. С точки зрения взаимодействия именно российских оппозиционных сил на Западе, собственно и ты сейчас, как председатель российских оппозиционных сил на Западе, что может помочь сейчас именно с точки зрения сотрудничества, взаимодействия в США, в Германии, в других странах, именно для противодействия путинскому режиму? Ну я не готов говорить за другие оппозиционные силы, но со своей стороны просьба о помощи только одна. Помогите, пожалуйста, вытаскивать политических заключенных, жизнь которых находится в опасности. Пожалуйста, не разобрасывайте историю с обменами, продолжайте эту практику, это помогает спасать конкретных людей, которые прямо сейчас находятся в опасности, жизнь которых находится в опасности. И оказывайте на Путина давление, что с тем, чтобы в России была проведена политическая амнистия. Все остальное, мне кажется, все, что касается деятельности российской оппозиции, это ответственность самой российской оппозиции. Главная помощь, которую мы ждем от Запада, носит гуманитарный характер. Нужно спасать людей, которые находятся в тюрьме. Илья, еще один немаловажный вопрос, это санкции западные в отношении России за развязанную войну. На твой взгляд, расширение санкций режима санкционного, оно может еще принести какую-то пользу? Или ты все же, вот как некоторые представители оппозиции, также выступают за более точечные санкции? Я небольшой специалист в области санкций. Не знаю, могут ли они быть более эффективными или менее эффективными. Но для меня очевидно, что смысл санкций заключается в том, чтобы сдерживать путинскую военную машину. Любые санкции, направленные на то, чтобы у Путина было меньше ракет, меньше танков, меньше военных технологий, любые санкции оправданы. Оправданы и персональные санкции против путинских чиновников, генералов, представителей спецслужб, пропагандистов, кстати. Понятно, что все эти санкции оправданы. Но иногда санкции применяются таким образом, что осколки от них попадают в людей, настроенных антивоенно. И такие нюансы, мне кажется, стоит учитывать. Не должно быть так называемого дружественного огня. Хорошо бы, чтобы издержки санкций не ложились на плечи людей, которые находятся за границей, и сами сбежали от войны и пытаются эту войну остановить. Вот если есть возможность как-то вывести людей, таких людей, из-под удара, мне кажется, это было бы правильно. Илья, ну и не могу не спросить у тебя, чем для тебя лично стала смерть Навального, когда ты узнал, при каких обстоятельствах, и что должно произойти, чтобы все виновные понесли наказание в этом убийстве, как убеждены в фонде борьбы с коррупцией? Про убийство Навального я узнал от адвоката, который пришел и рассказал мне об этом. Ну, понятно, что для меня это стало шоком. Алексей Навальный был для меня не только общественной, политической фигурой, лидером оппозиции. Навальный был моим другом, с которым я был знаком больше 20 лет. Я хорошо знаю его семью, знакомый с мамой, с детьми, с женой, и мы дружили много лет. Поэтому для меня это, как и смерть Бориса Немцова, огромная личная утрата. А для того, чтобы убийцы, организаторы, заказчики этого преступления оказались за решеткой, нужно, чтобы в России сменилась власть, чтобы Владимир Путин перестал быть руководителем государства. Ну и не могу не спросить, конечно, многие говорили после убийства Алексея Навального и ранее Бориса Немцова, что сейчас уже назвали тебя, в том числе, среди возможных лидеров оппозиции. Как ты вообще относишься к такому бремени лидерства? Готов ли ты на себя его взвалить? И, в принципе, какие могут быть такие вот именно лидерские полномочия, если очень много разногласий по-прежнему между оппозиционными силами? Как ты сам сказал, что ты не можешь говорить за всю оппозицию? Я думаю, что последним, чем сейчас надо заниматься, это дискуссиями, спорами о том, кто тут лидер оппозиции, кто тут главнее, у кого какие полномочия. Есть огромный объем работы, которую надо выполнять. Я собираюсь заниматься абсолютно конкретной работой, антивоенной работой, правозащитной работой и так далее. И мне кажется, что людей надо объединять сейчас не вокруг каких-то лидеров, каких-то политических фигур. Людей надо объединять вокруг конкретных проектов, направленных на антивоенное просвещение, направленных на спасение политзаключенных и так далее. Вот этим я собираюсь заниматься, не меряться лидерскими амбициями и не спорить, кто-то главнее. И в завершении, Илья, почему все-таки, на твой взгляд, путинская Россия без Путина невозможна? Ведь все-таки сам народ и воюет в Украине, и убивает украинцев. Мне представляется, что режим Путина это все-таки персоналистский режим, и все слишком сильно завязано на одну фигуру. Думаю, что если Путина не будет в этой системе, система начнет сильно меняться. И, по крайней мере, откроется окно возможностей. Конечно, она может трансформироваться в новую диктатуру, в новую тиранию. Но, как минимум, вот этот трансфер откроет окно возможностей и даст нам шанс на перемены. Я очень надеюсь, что мы этот шанс используем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!